Мне приятно поприветствовать председателя Европейского Совета Евросоюза Дональда Туска, которому я предлагаю выступить перед ассамблеей. Господин председатель, уважаемые делегаты, я хочу заверить вас в том, что Европа также поддерживает ваши ценности, как и ранее. Европа будет идти по намеченному пути, хотя мы сейчас сталкиваемся с вызовами, которых у нас не было в многие десятилетия. У нас руководители стран на юге и востоке видят, что границы меняются насильственно, как в Украине, и нарушаются положения устава ООН. Мы также имеем дело с кризисом беженцев, террористическими нападениями внутри Европы и экономическими трудностями в некоторых государств-членах. Но, как бы ни была сложна ситуация, я уверен, что мы справимся. И, что важнее, одновременно мы останемся верны тому, чтобы мир сделать лучшим местом. Все, кто хочет внести вклад в борьбу с нищетой, поддержку миротворческих миссий, решение кризиса мигрантов и предстоять климатическим изменениям, может на нас рассчитывать. Для Европы изоляция никогда не была и не будет одним из выборов. Господин председатель, мы всегда готовы прислушиваться к хорошим советам наших друзей. Что касается беспрецедентного кризиса мигрантов и беженцев, в котором мы сегодня сталкиваемся, тут существует миф о том, что Европа – это единственное богатое место на планете. Но это не так. Есть другие места, сходные с нами в плане богатства, но по какой-то причине беженцы, иммигранты, туда они едут. Именно потому, что богатство – это не единственный элемент, который определяет, куда люди хотят привезти своих детей. Это вопросы толерантности, открытости, уважения, разнообразия, свободы, права человека, соблюдение женевских конвенций. Все это является тем магнитом, который тянет людей к нам. И мы не будем в этом меняться. Мы в Европе проводим оживленную дискуссию о квотах по распределению мигрантов, потому что мы хотим быть максимально эффективными и инклюзивными, насколько это возможно. Но квоты – это лишь часть того, что уже делает Европа, чтобы помочь тем, кто бежит от войн и преследования. Напротив, многие страны, представленные здесь, решают эту проблему намного проще. А именно, они не пускают мигрантов и беженцев на свою территорию. Поэтому я хочу сказать, что Европа – это страна, которая… Это орган, который не пускает к себе мигрантов. Это не так все просто. Никто не бежит из Европы. А вот люди из Евразии и Африки, наоборот, едут в Европу. Кризис, о котором мы говорим, имеет глобальные масштабы и требует глобального решения. И прежде всего, требует глобальной солидарности. И любой может оказать помощь беженцам. Те, кто не хочет этого делать, по крайней мере, не должны прикрывать свое нежелание, критикую Европу за то, что она мало делает. Не случайно, господин председатель, что дискуссия на Генассамблее в этом году следует точно главным образом на ситуации на Ближнем Востоке, особенно на Сирии. Давайте не придаваться никаким иллюзиям. Сирийский кризис не будет урегулирован, если мы не найдем общий знаменатель интересов между региональными игроками. Мирный план должен быть не просто формулой разделения сфер влияния. Здесь, в ООН, мы должны вести речь не только об интересах региональных держав, а, прежде всего, об интересах миллионов сирийцев, включая внутренне перемещенных лиц и беженцев. Борьба с терроризмом, несомненно, важна в этом контексте. Именно поэтому мы приветствуем тот факт, что эта цель включает поддержку новых и неожиданных союзников. Но мы не можем игнорировать того факта, что многие беженцы бегут от государственного терроризма, и Сирия является драгическим подтверждением этого. Европа, которая ежегодно, ежедневно видит трагедии сирийских беженцев, должна защищать их интересы. Мы все хотим стабилизации, это важно для всех, но стабильность не может быть выиграна бомбами, химоружием, которое применяется против гражданского населения. Сегодня те, кто выступает в поддержку идеи того, что Башар Аль-Ассад должен быть частью переходного правительства, растет. Но мы не можем забывать о том, что миллионы людей бежали от его жестоких методов по обеспечению стабильности в Сирии. Когда я посещал регион, мне говорили, что победа Ассада приведет лишь к еще одному исходу людей. Единственная цель и намерение мирного плана по Сирии должно включаться в том, чтобы народ вновь смог вести нормальную жизнь в регионе. Это и только это будет отвечать ценностям международного сообщества, ценностям ЕС и тем ценностям, за которые ООН выступала более 70 лет. Господин председатель, этот год будет также важным в глобальных усилиях по преодолению последствий климатических изменений. В последние недели и дни мы с большими надеждами и удовлетворением слышали, как руководители стран обещали, что будут вести борьбу за общие цели. Парижский саммит, мы надеемся, будет большим прорывом, подтвердив нашу готовность принять решительные меры перед лицом этой глобальной проблемы. Обещая сократить на 40 лет по сравнению с 90-м годом, Европа будет в передовых рядах этого процесса. Но борьба с глобальным потеплением это не спортивное состязание. Все тут должны идти в одном направлении и аналогичным темпом. Поэтому мы всех вас призываем принять участие в этом общем начинании. Без глобального соглашения, изолированные усилия Европы не добьются успеха. А нам нужны практические отдачи, а не просто идеологические какие-то уступки. Господин председатель, глобальные вызовы требуют многосторонних усилий, либо они не будут преодолены. Все мы обязаны сделать для того, чтобы усилия мирового сообщества дали нечто реальное. Мы сталкиваемся с экологической случайной ситуацией, и нам надо проложить путь для того, чтобы сделать глобальную нашу общину действительно сильной и решительной в преодолении этого вызова. Спасибо. От имени Генеральной Ассамблеи я благодарю председателя Европейского Совета Евросоюза за то заявление, которое он только что сделал. Попрошу сотрудников протокола субтитров, 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 субтитров,